Почему им такая власть Богом дана? Потому что они исполняли святую волю Божию. И власть такую от Бога получили, что и после смерти они могут нам помогать. А мы это как-то не очень хотим понимать. Нам важен конечный результат для моих сиюминутных целей. Поэтому еще раз в сегодняшнем Евангелии... То есть Евангелие вообще, но можно взять любое слово, и оно о многом нас заставит задуматься, если вникнуть в него. О многом, о многих вещах нашей жизни. И вот этот момент тоже нам заставляет подумать, что правильно ли мы на сегодняшний день относимся к Богу. Считая себя христианами, православными, мы зачастую к Богу относимся не совсем правильно. Поэтому этот момент надо тоже нам с вами пересмотреть. Праздник! Вот сегодня мы слышали в Евангелии интересные слова. То есть когда Господь крестился, то Он ушел из предела Израиля, ушел в пределы Галилейские. И сказано в Евангелии, что народ, сидящий во тьме и сенье смертный, увидел свет истины. То есть народ, который сидел во тьме и сенье смертный, увидел истинный свет в воздухе Иисуса Христа. То есть слова, народ, сидящий во тьме и сенье смертный, они очень интересные слова и очень указывают на нас с вами. То есть если те люди не знали Бога и увидели Его, если не знали Бога и познали Его, то мы знали Бога и ушли в тень смертную. Где истинно смертный увидели свет и пошли к нему. Мы сейчас совершаем обратный процесс. Мы уходим от Бога в тень смертную. И главное, это у них отебить. Поэтому нам хуже, чем им. Да, им было плохо, но у них были надежды, у них были перспективы, у них было все, потому что Бог пришел. Так мы в гораздо худшем положении. Мы упадобились где-то в какой-то степени сатане. То есть он тоже был с Богом, но ушел от Него. Мы тоже были с Богом, но тихонечку уходим. Как? Сейчас посмотрим как. Если помните, на крещение я говорил, что мы осуетились, вера наша осуетилась, и мы уже приходим за водой не потому, что у нее Бог сошел, а потому что от нее польза исходит. Да, исходит. Но вот насколько мы деградировали, что нам уже не Бог нужен, а только польза от Него какая нам может быть. Вот уже деградация нашего ума, деградация нашей души, деградация нашей веры. Но еще тень смертная, еще хуже. Ну я не буду говорить про телевизор, в который уже так сказать все два влезли. А есть еще более страшный сень смертный интернет. В который, ну может быть, старшие поколения там рисуются, а младшие оттуда уже не вылезают. А там действительно сень смертная. Почему? Потому что хитро там все сделано. Там вроде бы как Бог не отвергается, и даже церковные сайты есть. Но тут же, сколько грязи на церковь выливается, сколько грязи на Христа выливается, сколько грязи на все выливается. Теперь, вот сейчас молодежь повернулась, они думают, что вот интернет, это прогресс, это что-то там такое суперсовременное. Так? Это дебилизация. Вот то ли, ну допустим, книгу научную прочесть, то ли комикс посмотреть по этой книге, или как вот из-за границы поступали детские Библии. То есть, то ли в Священном Писании читать Слово Божие тяжело, трудно. Трудно не потому, что ума не хватает, потому что Бог открывается всем. Не образован, не образован, молодым, старым. То есть, Бог, Господь всем открывается. Но трудно почему? Потому что у нас гордыня, гордыня ума. И чем человек себя считает умнее, тем ему тяжелее дается Слово Божие. А когда человек подходит к Священному Писанию с благоговением, со страхом и трепетом, то он понимает все. Самый плохой, с верой глубокой, с осознанием своего недостойства, он все понимает. А вот когда я умный, я сейчас разберусь, да, что-то тут не то, он никогда не поймет, и Бог у меня строится. А мы сейчас стали все умные, до ужаса. Что интересно, раньше учили лучше, знаний получали больше, но такими умными не были. Правильно? Сейчас учат хуже, знаний получают раз в 30 меньше. Вот сравнивать знания, там поколения, те, которые сейчас 50, допустим, 40, 45, и те, которые сейчас 20, 30. Небо и земля. Но у них вот так, на газе не подъедешь. Они такие умные, до ужаса. И ум не от того, что они знаний имеют, а это просто гордыня, элементарная гордыня ума. То есть я и все. Как у сатаны. Он и все, он самый умный, он самый правильный, он самый святой, он самый деловой. А Бог это так, ничто за него, с его точки зрения, сатаны. Так же самое и мы этой заразой заразились. Но я еще раз говорю, сатана – это источник смерти. Поэтому каждый, кто имеет гордыню и гордыню ума, он уже все не смертный. Но интернет нам тоже еще больше нас засасывает. Почему? Потому что, во-первых, это реальность виртуально, а акт тоже виртуален. Точно так же он виртуален. Если мы верим в силу этой виртуальности, то мы уже подчинились тому, чего нет. Но это еще одна часть. Вторая часть – то, что там все знания даются так вот, комиксами, так вот, много всего и ничего по существу. То ли книгу какую-то прочесть, то ли в интернете поглядить, там в картинках, в тезисах, кратко, четко, кратко, нечетко, вернее, я извиняюсь, один сказал другое, одно, другое, другое, третье, третье. Но мы не видим даже того, что это рассеет наше мышление, что мышление нашей молодежи рассеянное, они могут соврать даже воедино. Факты по одному и тому же явления не могут соврать воедино. И но это ладно там по жизни, ладно там по политике, по науке, там еще по чем-то. Хотя это тоже синий смертный. Но самое страшное, то, что там всегда на Бога, на церковь, на православную, грязи больше, примерно в 9 раз, может быть в 10, чем истины. То, что там вот церковь говорит, там коротко, немножко так, вот чуть-чуть, тоже в комиксном виде, в большинстве своем. Много не прочтешь, много не узнаешь. Так? А вот заразы на церковь полно. Потом, вот это вот псевдоправославных дел, а они сейчас везде, сейчас псевдоправославные, везде лезут. Тут нам пришли какие-то пенсионеры православные. Я с ними поговорил, сектанты, псевдоправославные. То есть они, да, мы православные, да, патриарх, благословил, там то еще, пятый, десятый, какие-то там листовки принесли, ну как иеговисты настоящие. Зомбированные, как иеговисты. Говорить с ними бесполезно. То же самое примерно в интернете. То, что действительно считается вроде бы как православные, не грязь, но православные. А там точно так же, тезисно, чуть-чуть, понемножку, комиксно. Так? И все, ставь на гордыню. Вот ты умный, ты поймешь, ты умный, ты поймешь. И вот приходит к чему? Я еще раз скажу, я всех, кто вижу, новый человек, всегда спрашиваю, когда исповедился, когда причастался. Многие никогда не причастались. Я говорю, приглашаю, пожалуйста, давайте. Но чтобы человек причастился, но исповедился, надо ему объяснить, что такое исповедь, что такое причастие. И вот человек ни разу не исповедился, не причастался. Дело в том, что исповедь, это действие Божие, а я знаю. Не, ну погоди, ты же не справишься. Исповедь, это действие Божие, я знаю. А причастие, это действие, я знаю. Ну погоди, ты же не причастался, не разу, я вижу, что это так, я знаю. И что? Это мы. Это мы с вами. И мы тоже много чего знаем. Из того, что на самом деле не знаем. Так вот, вот этот я знаю, а ведь мы тоже знаем. Пускай мы в церковной же мы понимаем, да, несуйся, уже знаем, что нельзя. Мы знаем, что человек все знать не может, что все надо у священника спрашивать, те, кто ходит регулярно. Но однако, в семейной жизни мы все знаем, да, причем жены знают лучше, чем мужья, так, дети знают лучше, чем родители. В итоге получается, дети самые умные. Если жена знает лучше, чем муж, ребенок знает лучше, чем мать. А что самый умный? Ребенок, который ничего не знает. Где логика? Это мы ее извратили, логику, исказили. Точно так же и везде, и во всем. Так вот, получается, что мы с вами в темноте сидим, у нас умные те, кто ничего не знает, умные те, кто ничего не понимает, умные те, у кого, кто не знает, чтобы даже ответственность и обязанности, вот те умные. Так, поэтому и вы. Потому что мы иерархию извратили наизнанку. И Бога мы уже меньше воспринимаем, больше воспринимаем свое имя, больше воспринимаем свое мнение. И частенько приходится слышать, опять же, как я вам разговариваю, входящим в церковь. Вы так думаете? Я извиняюсь, как священник, может думать. Он вообще ничего не думает. Думают те, кто не знает. Те думают, да, то же дело, деваться некуда. А священник говорит, то, что Бог говорит, он свое никогда не знает. Если священник говорит свои мысли, да мало что там я вам подскажет. Так? Потому священник говорит, что он говорит не свое, а Божие. И опять мы изморачиваем, вы так думаете? То есть, типа, ну у тебя свои мысли, а у меня свои мысли. А я так думаю. А что ты меня тут подавляешь своими мыслями? Да не своими, а Божими. А нас заедать, гордыня. Так вот, вот это вот и есть сень смертная, темнота, в которую мы с вами сами влезли. Но, что самое страшное, те люди влезли в результате грехопадения. В результате того, что Бог, они отпали от Бога и впали в тень смертную. А мы, нам нет прощения, мы были с Богом и ушли от Него и влезли в тень смертную. То есть, мы больше подобны. Те люди были подобны людям, потому что они тянулись к Богу. Да, из грязи, из темноты, из тени смертной, но они к Богу стремились. Они пришли к Богу. Мы с вами, нам нет прощения. Мы были с Богом и идем в тень смертную. А это страшно. Идем, что на нас подвижит? Наша гордыня, гордыня ума, наше Я, наше знание всего. Особенно того, чего мы не знаем. Чем человек меньше знать, ему больше, потому что он знает. И наоборот, кого много знать, то, что он ничего не знает. Вот. То есть, мы осуетись, мы уподобились дьяволу. Не буду говорить садане, потому что, в крайнем выражении, но, однако, мы уподобились дьяволу, потому что он себя возомнил всем, он все знает, он все понимает, якобы, сам для себя. и точно так же и мы. Поэтому, если те люди из тени смертной к Богу, и они пришли к Богу, то мы идем от Бога в тени смертную, а это есть ад. Поэтому, пока не поздно, надо остановиться, иначе путь назад. Аминь. Поздравляю с праздником! Поздравляю с праздником! Который спросил, кто это, ему сказали, и он сразу начал громко кричать, Иисусе, сыне даю их, исцели меня, слепого. Народ сказал ему мешать, зачем, не трогай, не надо, сиди, молчи, не лезь, тебе не положено. Но он стал еще громче просить, и Господь его исцелил. Здесь мы видим что? Веру. Потому что, да, много было больных, но Господь исцелял не всех. И вот, допустим, на четвертую неделю после Пасхи читается Иван, или каждый день на молебнии, читается Евангелие, одно и то же, о том, как Господь сошел в овчью купель, и там было множество болящих, лежащих, слепых, хромых, сухих, ожидающих движения воды. То есть было очень много больных, потому что здоровых мало, большинство людей болеют, и все хотят исцелиться. И вот Господь пришел куда и исцелил только одного человека. И слепых, я думаю, было тоже немало, но Он исцелил только одного. Точно так же прокаженных. Когда-то Он исцелил одного, когда-то исцелил десять. Из этих десяти только один вернулся сказать спасибо. Так вот, к чему я веду? К тому, что, почему Господь исцелял не всех, а потому, что не все верили. хотят здоровым быть все, видеть хорошо хотят все, не болеть все хотят, но верят не все. И вот этого слепого за его веру глубокую, то, что Господь совершил чудо, Господь исцелил. И этот слепой является для упреков. То есть Он при своей физической слепоте был очень хорошо видел, видел Духовный Он имел веру. А сейчас идет тенденция к тому, чтобы мы имея глаза физически ослеплялись духовно. И так или иначе у всех у всех